приветствую вас дорогие друзья решила показать вам что я здесь готовлю в прошлом видео я вам показывала что я собрала 8 килограмм зеленых помидорчиков порезала их где на две части где на 4 в зависимости от размера помидора посолила хорошо где-то стакан соли наверное ушел у меня и оставила прям вот на ночь чтобы они пустили сок утром я этот сок слила было где-то литра 3 сока я была очень удивлена и дальше создала свой рецепт то есть этот рецепт очень похож на тот который я готовила кабачки вот только вместо кабачков здесь помидоры здесь три большие головки чеснока много петрушки здесь уже не видно прям такой хороший пучок я нарвала измельчила в блендере здесь ложек 5 томатной пасты лёшек сегодня бегал в этот светофор там дешевая томатная паста также лёшек купил сладкий перец поскольку уже своего нет ну наверное килограмм перца здесь значит перец и чеснок я измельчила в мясорубке и открыла полтора литровую баночку своего морса там тоже специи в морсе соль сахар в общем такой у меня морс все сюда добавила соль еще добавляла сахара здесь и где-то 500 грамм на эти 8 килограмм в общем я потихонечку добавляла и пробовала все здесь на глаз уксус у меня здесь тоже на глаз 6 процентный потихонечку добавляю пробуем вот добавила еще здесь перекрученный один стручок горького перца правда внутренности семечки я убирала но можно было не убирать потому что потом добавляла сухой перец чили сюда мне захотелось остренького и вот это все кипит у меня уже минут 15 еще пять минут видите они уже такой вот золотистый не красная томатная паста в общем и помидоры не зеленые уже такие желтоватые сейчас просто закатаю стериль по стерильным банкам банки у меня вот уже готовы в духовочке про стерилизовались крышечки тоже стерильные здесь уже прокипели сейчас просто разложу это по баночкам закатаю и укутаю укутаю в общем мне нравится больше рецепты без стерилизации я конечно закрывалась со стерилизации вот кстати он в этой кастрюле и стерилизовала но не очень-то мне нравятся такие рецепты много мороки банок много сюда не поместится в эту кастрюлю нужны все одинаковые банки в общем я не люблю рецепты со стерилизации а вот такие которые вот проварил закинул в банки закатала и это быстро и очень вкусно так что вот кому такой рецептик по душе готовьте я думаю что будет очень вкусный соус ну просто пальчики оближешь все выключаюсь и буду раскладывать по баночкам и закатывать друзья чуть не забыла здесь еще растительное масло на 8 килограмм я положила где-то ну грамм 400 400 миллилитров ну пару стаканов наверное растительного масла без запаха чуть совсем не забыла про масло и еще добавила базилик сушеный вот у меня всего сколько осталось это я вот в начале сезона купила вот такую большую упаковку и пользуюсь и кориандр и вот сейчас при помощи вот этой приспособа вот этой широкой воронки буду заливать и закатывать да друзья помните я вам показывала вот эту штуку которую я сама сделала ей очень удобно вытаскивать крышки из кипятка видите здесь монтажный скотч это конечно не очень красиво но это удобно потому что при первом же применении магнит у меня отлетел я сажала его на клей а потом просто обернула вот так вот монтажным скотчем и весь сезон пользовалась вот этой палочкой выручалочка ну очень удобно может быть со временем я что-то придумаю более по цивильней но пока вот так ну вот друзья сколько банок у меня получилось так фокус фокус то где вот что-то с камеры происходит вот значит что девять правильно посчитала 333 до 9 литровых и 1 вот пол литровые очень вкусно надеюсь помидорчики пропитаются все это я вам показала сейчас укрою одеялком их и пусть стоят до утра ну а пока я делала консервацию лёшик тоже время зря не терял сейчас я включу свет покажу вам этот столик о котором я говорила да шо ж такое с камеры происходит прям какие-то чудеса столик как вы понимаете может менять высоту сейчас это максимальная его высота вот отпилили мы лишнее получилась полочка сейчас я схожу остатки тыквы заберу из сарая и положу и сейчас их на вот эту полочку вот пришлось немножко поработать также с кронштейном видите вот здесь отпилена болгарка лёшик все это дело отпилил потому что кронштейн не подходил под эту узкую полку он видите он пошире вот это одно звено крайне колечко лёшик отпилил и получился вот такой кронштейн там внизу у меня в мешке стоит свекла тоже мне хочется сделать какой-то такой более цивильный красивый ящик может быть доведу до ума этот сундук который стоит в сарае и вот как раз сюда под стол можно его поставить это же в нем что-то хранить наверное так и сделаем и получится вообще очень хорошая терраска такая функциональная со множеством полок с полкой для одежды еще для всего вчера я еще на вот этот стул отмыла его привязала вот такой такую мягкую сидушку чтобы можно было здесь обуться присесть разуться конечно здесь до порядка еще далеко ну уже намечается так скажем порядок вот сейчас вот так выглядит наша терраска когда уберусь когда поставлю здесь этот сундук тоже придется его облагородить хотя бы покрасить но сундук там знатный знатный сундук в сарае это наверное еще очередной подарок из нашего волшебного сарая сходила в сарай выбрала и остатки тыквы которые не влезли на большие полки вот как раз маленькая полочка все вместила теперь вся тыква у меня вот здесь просто отменный урожай тыквы но нет банок теперь банки будут освобождаться я успею закрыть еще варенье из тыквы друзья а вот хочу вам показать домашнее молоко я не знаю видно на камеру или нет посмотрите какой вершок это вот сливки можно снять и сделать сметану я иногда вот так снимаю и получается целый стакан сметаны и это все стоит 180 рублей очень рада что есть такая возможность покупать домашнее молочко пить натуральное и делать творог и кефир ну масло конечно их не делая сметанка просто слюнки текут в общем мы немножко с лёшиком потрудились и у нас сейчас обед вчерашний зеленый борщ лёшик уже попробовал сказал что он настоялся и сегодня он еще вкуснее да а что у нас еще лёшик а у нас еще вот такое венцо которое называется густо да или густо что как это что за вино скажи а это производят у нас по лицензии испанцев испанское вино очень хорошая да очень хорошая и недорогое сколько это бутылочка не скажешь 350 что ли но вино очень вкусное так что всем приятного аппетита давай как же вкусно шпулечка ты уже скоро маму догонишь по размерам да да так же вкусно да как же вкусно на солнышке лепота маруся балдеет 21 октября будет 4 месяца шпульки и мы еще кушаем у мамочки шпуля что это у тебя завтрак ну да по ходу завтрак мороси такие белые гольфики вообще она очень красивая кошечка я не знаю видно вам посмотрите как на солнце блестит шерстка вот что значит хорошая корма друзья я благодарю вас за то что вы рассказали чем вы кормите своих котов а здесь что у нас происходит здесь моня пытается открыть шкаф уже все вытащена оттуда да 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 но я все же вот не знаю там какой-то корм каре турецкий я посмотрела холистик оказывается корм холистик и премиум это разные вещи буду знать холистик якобы но лучше для здоровья но по цене друзья он дороже чем роял канин вот поэтому тут вопрос еще переходить или не переходить спасибо вам за то что поделились своей печальной историей о том как вы кормили свою питомицу сырыми лапами куриными и все было хорошо но в один прекрасный момент сальмонелла попалась да я даже не знала что такое возможно и кошечка погибла так что друзья все тут видите как полка двух концах варить каши с мясом да там с добавлением крупы какой-то геркулеса или еще какой я попробую но я это будет очень сложный переход очень сложный они привыкли уже к хорошим кормам к чистому мяску поэтому ну как говорится времена тяжелые настанут будут есть я как-то ходила шла по центру у нас в городе и там в одном месте коты ну в общем кошка привела котят их так много наверное 5 наверное даже больше чем шпулька по возрасту месяца 4 и вот шел мужчина он видимо знал что они там и просто кормил хлебом батоном хлеба я была очень удивлена друзья я такого не видела они на этот хлеб бросались как на мясо эти голодные коты поэтому друзья у меня к вам просто призыв если взяли животное лучше его стерилизовать неважно кот это или кошка потому что это ну как бы эти котята они обречены на голод на холод и на болезни и эти болезни потом размножаются в геометрической прогрессии поэтому я считаю что лучше кошечку или кота все-таки стерилизовать мне говорят ну кот он же вам не принесет типа котят пусть ходит гуляет пусть осеменяет кошечек друзья но это если думать только о себе конечно да но если немножко задуматься о том куда этих котят какая у них судьба потом будет потопит ли их или оставят на вот такой голод холод и бездомную жизнь зачем это нужно вот поэтому я за стерилизацию это намного гуманнее чем вот такой подход что нельзя это делать типа это грех а то что эти котята мучаются это не грех как вы считаете ну вот хорошо у меня вот сейчас 5 котов три из них кошечки и двое котиков вот если бы они не были стерилизованы вы вообще можете представить кошка приносит как минимум два раза в год это минимум два раза в год по три по пять котят это у меня тут чтобы было я даже не представляю поэтому я считаю что стерилизация просто необходимо да потратить деньги вот у нас стоит в чеплыгине стерилизовать кошку две тысячи я думаю что это не такие уж большие деньги зато животное спокойное животное здорово и у вас не болит голова куда потом девать этих котят такой вопрос уже не возникает вот в такое мое мнение очень буду рада если вы поделитесь своим мнением любое мнение ценно не просто хочется знать что вы думаете по этому поводу друзья сижу в парке на солнышке нежусь но вы такое видели у меня что на лице написано люблю котов что это такое вы посмотрите на это рыжее чудо ну вот он уже залез и на розы жду анечку забыли купить хлеба побежала в магнит звоню и говорю купи там что-нибудь для рыжика сейчас принесет покормим это чудо боже ты мой ну это просто что-то рыжа улька маленький котик сейчас тебе покушать принесут мурчит я не знаю слышно вам нет хорошенький чистенький такой может и чей-то может и чей-то котик у нас солнышко вот кстати парк вечером здесь красиво мне там писали жители нашего города что здесь совершенно недавно построили вот и построили посадили вот эти елочки здесь были старые деревья и вот старые деревья убрали и посадили вот эти елочки береза здесь красивая ну что рыжик рыжуля маленький кушать хочешь больше ласки хочет и тепла да ой ты девочка или мальчик не знаю даже кто это мальчик или девочка уселся и сидит на руках у меня сейчас анечка придет покормим его сейчас тепло пока вот что зимой будет куда ты будешь прятаться так что вот друзья я все-таки за стеллеризация не надо плодить этих голодающих больных моя тачанка сидит стоит купила грудку куриную хлеба купила сейчас немножко посидим в парке покормим это чудо и пойдем домой посмотрела это котик но уж больно он чистый у меня такое подозрение что вот здесь за парком там частный сектор да в принципе как и везде в городе у нас частный сектор и мне кажется что он оттуда не знаю почему он приходит в парк вот эта рыжая морда красивая уселся и вот нежится нежится на руках хорош чистенький кстати и глазки у него чистенькие друзья если хотите завести животное я вам просто рекомендую возьмите в приюте во первых там они все вылеченные обработанные обработанные от блох от глистов вот и спасете душу кошачью душу которая будет вас охранять вас ваш дом без кота и жизни не та друзья я не успела вообще взять камеру в руки как он уже съел Феликс Анечка ему купила в общем котик немножко немножко сыт ну совсем чуть-чуть да мой сладкий рыжик рыжик ты рыжик ты хороший рыжик чистенький котик он уже ко мне кстати не один раз подходил в парке как будто меня выслеживает друзья ну вы такое видели я офигела зашла в ванну здесь у нас на ларе это морозильный ларь стоит лежачок и здесь вот это семейство ну вот такое впечатление что это одна семья как будто Монька папа нашей шпульки просто обалдеть все втроем в одном лежаке красота красота и 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 монечка ты умываешь ты умываешь пульку да вот такая любовь у вас обалдеть мы такое видели и вот так вот они вместе не разли вода монка и шпулька и спят вместе и играют вместе и дерутся вместе и все вместе да вы похожи моня ой 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 какая любовь обалдеть обалдеть шпулька тебе нравится да